Деньги, отмытые в России, шли на финансирование международной террористической организации. Ежемесячный оборот сложной схемы, которая существовала несколько лет, превышал полтора миллиарда рублей. Почти сутки в разных районах столицы спецназ штурмовал офисы фирм, причастных к выводу за рубеж огромных сумм. О результатах спецоперации Эдика Лялина. Быстрее открывай дверь, сломай! На пол! На пол! На пол! Есть кто еще в доме? Руки за головой! Руки за головой! Держать, если вы остались. Держать! Руки за головой! Крупномасштабная операция под грозным названием «Удар» началась в столице в 5 утра. Уже в это время оперативники проводили задержания и обыски в 19 квартирах и офисах, подозреваемых в особо опасных преступлениях. В данной операции были задействованы силы оперативного состава Главного управления Воды России по Центральному обругу, Управление по борьбе с терроризмом ФСБ России, а также специальные подразделения. Это СОБР Главного управления, Рысь МВД России и ФСБ России Альфа. Силовым структурам понадобилось почти полтора года, чтобы узнать схему незаконной банковской деятельности и всех причастных к выводу денежных средств из страны. Все это время правоохранители пытались понять, кто, а главное, с какой целью финансирует Международную террористическую организацию «Хизбут Тархир Аль-Ислами». По версии следствия, ежемесячный оборот денежных средств составлял более полутора миллиардов рублей. Кроме того, выяснилось, что участники преступного сообщества организовали нелегальный канал «Выводы за пределы Российской Федерации денежных средств и в интересах незаконно находящихся на территории России мигрантов». Данным каналом пользовались в основном уроженцы Средней Азии, Грузии, Абхазии, Таджикистана, Узбекистана, которые находились на территории Российской Федерации нелегально и также незаконно осуществляли свою коммерческую деятельность. В офисах предполагаемых организаторов нелегального бизнеса обыски длились по 14 часов. Полицейские проверяли каждый документ. Правда, сотрудники фирм как могли прятали все то, что могло заинтересовать полицейских. В тот момент, когда полицейские зашли в этот офис, одна из сотрудниц буквально забаррикадировалась в туалете. Она очень долго не хотела открывать полицейским дверь, им пришлось даже применить спецсредства, чтобы эту дверь выломать. Оказалось, старший экономист пыталась в этом помещении спрятать флешки, на которых, судя по всему, и доказательства неправоправных действий этой конторы. Единственное, что непонятно, куда эта женщина пыталась спрятать флешки, то ли в мусорное ведро, то ли слить в раковину. В результате обысков оперативники изъяли предметы и бумаги, свидетельствующие о преступной деятельности сообщества. Уставные, учредительные и бухгалтерские документы, печати коммерческих организаций, используемые теневыми банкирами, компьютеры, электронные ключи дистанционного доступа для управления счетами эффективных организаций, банковские карточки, а также свыше 178 миллионов рублей наличными. Задержаны семь предполагаемых лидеров преступной группы. Им уже предъявлены обвинения в осуществлении незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества. Сейчас они арестованы. Эдика Лялина, Игорь Чернышев, Никита Денисов и Владислав Лисовский. Место происшествия.